Троллейбусов, которые следуют по первому маршруту, может стать меньше. Этой неподтвержденной информацией в социальной сети ВКонтакте поделился местный житель. Он рассказал, что произойдет это с 1 июля, и количество троллейбусов сократят вдвое. В настоящий момент первых троллейбусов на маршруте всего 5. Первый приходит в 5 часов утра, последний отправляется в депо уже за полночь. А если действительно изменения будут приняты, то троллейбусов останется около трех. И последний будет уезжать в депо в 8 часов вечера. Опасения эти подтвердил и водитель троллейбуса первого маршрута. По его словам, в 2017 году произошло сокращение выходов. Вместо 10 стало 7. Притом один из них 12-часовой. 4 сменных, 2 разрывных. Это когда троллейбус выезжает в час пик утром и вечером. В настоящий момент работают все 7 выходов. С появлением маршруток, с большей вместимостью 41 маршрута, через неделю пришло неутвержденное расписание. В нем было полное сокращение сменных выходов. Остаются только 2 разрывных и 1 12-часовой. И последний заезжающий троллейбус будет около 19.30. Первый троллейбус, он же сменный выход, приезжает на конечную станцию улицы Забайкальская в 5.29. А последний в 0.10 с конечной, тоже сменный выход. Следовательно, если уберут все сменные выходы, у людей попросту не будет возможности уехать после работы домой с 21 до 23.30. Маршруток в это время можно по пальцам пересчитать. В это время их штук 5-7 остается. Дягилевский район хоть небольшой, но много людей ездят на работу в город, а также на завод. Если действительно сократят сменные выходы, скажется очень плачевно в первую очередь на людях. Водитель рассказал, что люди обычно жалуются именно на большие интервалы движения между транспортом, при том как у троллейбусов, так и у маршруток. Говорят, стоят и по 20 минут, и по полчаса. Водитель добавил, что вечером 41-го маршрутного такси нет, и весь пассажиропоток приходится на троллейбус. Представить, как ситуация с ожиданием будет складываться зимой, еще сложнее. Вы передвигаетесь на троллейбусе, на маршрутке и на маршрутке. А почему маршрутка не продвигается? Ну так удобнее. Чем? Чаще ходит. Маршрутки у нас ран заканчивают вечером ездить, и всегда переполненные. Транспорт у нас в нашу сторону ходит очень плохо. Первый он очень редко ходит, почему-то стал ходить. А так на маршрутке в основном. А вообще я хотела бы на троллейбусе ездить. Маршрутки битком набиваются. Водитель добавил, что подобная ситуация складывается не только с первым маршрутом. У второго троллейбуса тоже теперь два выхода. Их сократили. Те же два выхода у шестого маршрута, который, по словам водителя, ходовой. Маршрут двенадцатого троллейбуса продлили. Из-за этого у него заметно увеличились интервалы. Примут ли изменения, которые касаются троллейбуса первого маршрута, неизвестно. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.